Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Мы замечательно проводим время в Слове. И я так благодарна за то направление, в котором повел меня Дух Божий – учить об уме. Когда мы искусны в своей умственной жизни, все становится легко. В качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1, 7. Павел пишет Тимофею. «Ибо Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам силу или власть. Он дал нам любовь, Его любовь. И Он дал нам здравый ум». Ага! Просто знайте, что здравый ум вам принадлежит, и не соглашайтесь ни на что меньшее. В расширенном переводе слово говорит, что здравый ум – это спокойный ум, уравновешенный ум, с дисциплиной и самообладанием. Это значит, что нам нужно выполнять свою часть, дисциплинировать свою умственную жизнь. Чтобы наслаждаться здравым умом, нам нужно контролировать свою умственную жизнь. Аминь. Нельзя позволять своему уму нестись, куда попало, и при этом рассчитывать, что он войдет в мир. Вы должны выбирать, что вы допускаете в свою умственную жизнь. Беспокойство, тревога, обиды, непрощение и тому подобное разрушает ум, потому что ум не был создан для этого. Это его разрушает, и мне нравится Римлянам 12.2. Павел пишет, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь чем? Обновлением ума вашего». То есть, вы можете быть рождены свыше и все равно не жить преображенной жизнью. Как жить преображенной жизнью? Есть только один способ. Обновляя свой ум, приводя свои мысли в соответствие с Божьими мыслями, перенимая его образ мышления. Если ваш образ мышления противоречит тому, что он говорит, отбросьте свои мысли и переимите его мысли. Аминь. Вот что такое обновление ума. И ваш ум не обновлен, пока вы не поступаете соответственно, не исполняете слово. Пока слово не начало действовать в вашей повседневной жизни. Вот тогда вы можете сказать, «Я продвигаюсь в обновлении ума». Прочитаем 3 Иоанна 1, 2. Вот как Иоанн говорит об этом. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем». И посмотрите на следующую фразу. «Как преуспевает душа твоя». Что он называет преуспеванием души? То же, что Павел называет обновлением ума. Они говорят об одном и том же. Иоанн конкретно показывает нам, что наше процветание и здоровье связаны с нашей умственной жизнью. И нам нужно обновлять свой ум. Многие пытаются ухватиться за исцеление или за процветание. Но я бы сказала, ухватитесь за обновление ума, за преуспевание души. Потому что в какой мере или степени преуспевает ваша душа, в той же мере вы будете наслаждаться исцелением и процветанием. Так что вместо того, чтобы фокусироваться на исцелении, сфокусируйтесь на обновлении ума в сфере исцеления. Вместо того, чтобы фокусироваться на процветании, сфокусируйтесь на обновлении ума в отношении процветания. Аминь. Суть не в том, чтобы раздобыть побольше денег, а в том, чтобы правильно мыслить о большем количестве денег. Суть не в том, чтобы кто-то возложил на вас руки и помолился за исцеление, хотя это совершенно нормально, а в том, чтобы правильно мыслить согласно учению Иисуса о нашем здоровье. Аминь. И правильным мыслям мы будем наслаждаться правильными результатами. Дьявол может действовать только через неправильное мышление. Когда вы мыслите правильно, у дьявола нет доступа. Потому он атакует ваше мышление с целью столкнуть его с основания слова, пытаясь внедрить в него неправильные мысли. Он может действовать только через неправильное мышление. При правильном мышлении он не может действовать. Почему? Потому что правильное мышление – это мысли Слова, а мысли Слова лишают его доступа. Аминь. В Ефесянам 4,27 Павел говорит кое-что, что нам очень важно понять. Ефесянам 4,27. «И не давайте место дьяволу». Зачем дьявол пытается внедрить неправильное мышление? Он пытается заполучить место в нас. Он пытается получить место в нашей умственной жизни. Потому что, получив место в нашей умственной жизни, он получит доступ в другие сферы нашей жизни, так как мы будем мыслить неправильно. И дьявол не может сам занять место в нас. Это очень важно понять. Вы искуплены от проклятия закона. Вы не под проклятием. Но Павел предупреждает «не давайте место дьяволу». «Не давайте место его мыслям». «Не давайте место тому, что он пытается внедрить в вашу умственную жизнь». Итак, посмотрите, здесь сказано «не давайте место дьяволу». Заметьте, он может занять только то место, которое мы ему даем. Он не может сам занять место. Меня так благословило то, что сестра Глория Копленд сказала много лет назад. «Дьявол не может делать с вами все, что ему захочется и когда захочется». Если бы он мог, зачем ему угрожать вам? Почему бы ему просто не сделать это? Почему он работает над умственной жизнью? Потому что знает, что не сможет сделать ничего из того, что хочет, пока не получит доступ через ваше мышление. Хочешь узнать больше о последних временах? Конце света и апокалипсисе? Какие пророчества уже сбылись? А каким еще предстоит исполниться? Изучай вместе с нами одну из самых спорных, мистических и важнейших книг Библии. Откровения Иоанна Богослова или Апокалипсис. В специальном проекте ТБН «Понятная Библия». Аудиоформат толкования позволит слушать Писание и параллельно заниматься привычными делами. А также изучать Слово Божье в любое время и в любом месте. Не пропусти! Ссылка в описании под видео. Итак, дьявол не может сам занять место в нас, но мы можем дать ему место. И один из путей, которым мы даем ему место, это неправильное мышление, когда мы перенимаем его мысли. Когда мы отказываемся обновлять свой ум Словом Божьим, мы даем ему место. Но для тех, кто дал ему место, есть хорошие новости. Ведь мы все когда-то давали место неправильному мышлению. Давали место дьяволу, просто думая неправильно. И это приводило к всевозможным проблемам в нашей жизни. Ну, вам не обязательно в этом оставаться. Если вы дали дьяволу место, вы можете забрать его назад. Потому что если у вас была власть, чтобы дать ему место, у вас есть власть, чтобы забрать его назад. Аминь. Обновляя свой ум Словом Божьим, мы прогоняем неправильное мышление. Послушайте, вам нужно прогнать неправильное мышление. И именно вливание правильного мышления, мыслей, слова прогоняет неправильное мышление. Вы не можете избавиться от неправильного мышления, просто выдергивая его. Нужно вливать правильное мышление, и оно вымоет, вытеснит неправильное мышление. Наша величайшая защита от врага, наша величайшая защита от любой его стратегии против нас – это обновленный ум. Это наша величайшая защита, потому что если враг не может заставить вас думать неправильно, он не может войти. Обновленный ум не даст ему места. Аминь. Я хочу рассказать о сне, который приснился мне некоторое время назад. Были некоторые симптомы, которым я противостояла, и однажды ночью, когда я легла спать, мне приснился сон. Позвольте сделать небольшое отступление. Я хочу коротко объяснить, как узнать, от Бога ли сон, потому что некоторые люди нездраво подходят к своим снам. И дьявол использует это, чтобы причинить им вред. Всякий раз, когда Бог давал мне сон, во-первых, помазание было на мне, когда я просыпалась. Почему? На этот сон влияло его присутствие. Во-вторых, что бы ни было показано во сне, при этом не было ни грамма страха. Понимаете? Даже если Бог предупреждал меня о чем-то во сне, страха не было. Никакого страха. В-третьих, я знала значение сна. Если нет этих трех вещей, Бог не говорит с вами через этот сон. Первое. Как узнать, что сон от Бога? На вас будет помазание. Второе. Не будет ни грамма страха. Третье. Вы будете знать значение. Если я не знаю значение, я просто откладываю это в сторону. Я даже не касаюсь этого в своей умственной жизни, если нужно бегать и спрашивать у кого-то, что это значит. Бог разумен, вы разумны, Он способен донести до вас смысл. Если вы не знаете, что это значит, это не Божий разум. Людям важно понять, то, что сон яркий, еще не значит, что он от Бога. Дьявол тоже на это способен и может навредить людям. Просто хотела внести ясность. Итак, мне приснился сон, и во сне я лежала на зеленой лужайке. Я просто лежала на лужайке и смотрела на небо. И я не знаю почему, не то чтобы я что-то услышала, я ничего не услышала, но во сне я просто медленно повернула голову влево. Я просто повернула голову вот так, и я тут же увидела голову змеи. Причем змея не была вдалеке, она была прямо тут. Она была вот здесь и была готова наброситься. И во сне голова змеи не была вот такой ширины, как у большинства змей. Она была 30-40 сантиметров в ширину. Огромная голова змеи. Она была прямо здесь, и инстинктивно мне хотелось отвернуться. Но змея была так близко, что у меня не было времени отвернуться. Поскольку она была прямо у моего лица, я думала, что она схватит меня за лицо. Но змея поднялась и схватила меня за голову. Что это значило? Врага интересовала умственная жизнь. Он хотел внедриться через умственную жизнь. Я не почувствовала никакой боли. Но в тот момент, когда змея схватила меня за голову, я поднялась из тела во сне. Я поднялась над телом и взглянула на все сверху. А голова змеи была такой огромной, такого устрашающего размера. Просто представьте, голова змеи такого размера. Это устрашает. Так что, будучи в теле, все, что я видела, это ее голову спереди. Но поднявшись из тела, я увидела полную картину. А, это было откровение. Я увидела голову змеи, но тело было оторвано. И это был не ровный срез, а рваные края. Тело было разорвано в клочья. Иисус сокрушил начальство и власти. И Он не сделал это аккуратно. Он раздробил, разбил врага в дребезги. И Бог показал мне, «Не беспокойся о мыслях, отвергни их. Это поверженный, разбитый враг». Аминь. Он пытался заставить тебя мыслить неправильно. Видите ли, спереди Он выглядел целым и невредимым. У Него был ошеломляющий и устрашающий вид. Но когда я увидела полную картину, «О, Он весь разорван!» Иисус разорвал его. Разорвал. Разорвал в клочья. Аминь. Враг хочет, чтобы вы думали, что Он цел и невредим. Но Он сокрушен. Я говорю, Он сокрушен. Вы скажете, «Хорошо». Если враг повержен, тогда почему мне приходится иметь с ним дело? Потому что Он еще не заключен в тюрьму. Но однажды Он будет заключен в тюрьму. И Он будет отрезан от контакта с людьми. Аминь. Но не важно, что Он еще не в тюрьме. Наша власть над Ним абсолютно. И Он полностью поражен. И мы не пытаемся бороться с Ним и победить Его. Мы применяем уже свершившийся факт. Он разбитое, сокрушенное существо. Сила, победившая Его, и мы знаем, что эта сила Божья не действовала аккуратно. Она просто разорвала Его в клочья. Это было захватывающее зрелище. Абсолютный восторг. Слава Богу, что, перенимая мысли Словом, мы не поддаемся обману обстоятельств, пытающихся нас запугать и выглядящих такими огромными. Когда я поднялась из тела и увидела полную картину, увидела все это существо, от него ничего не осталось. Не было никакой длины. Была лишь голова. Была лишь угроза. Но не было тела, чтобы выполнить ее. Как же враг что-то делает? Когда мы даем ему власть, предоставляем ему свою умственную жизнь, тогда мы даем ему доступ. Аминь. Аллилуйя. Я так ценю Слово. Когда ум обновлен, мы правильно мыслим о том, кто мы во Христе. Если у вас проблема с самооценкой, вам нужно утверждаться в том, кто вы во Христе. Аминь. В том, что принадлежит вам из-за того, что вы во Христе. В том, что вы можете делать и что Бог может делать через вас из-за того, что вы во Христе. Аминь. Аллилуйя. Я недавно смотрела передачу с братом Коплендом, и он рассказывал одно из моих любимых его свидетельств. Когда он родился свыше, у него все еще была привычка курить. Была зависимость. Он хотел бросить курить и использовал ту веру, что у него была. Выбрасывал сигареты пачками и коробками. А потом осознавал, мне нужно закурить. И возвращался и брал сигареты из урны или из канавы, куда он их выбросил. Но однажды он поехал на конференцию, которая длилась неделю, и он был на собраниях целыми днями. И вот, после того, как в течение недели он часами слушал Слово, он сел в машину и, взглянув, увидел пачку сигарет на солнцезащитном козырьке. И он понял, что желание пропало. Оно исчезло не потому, что он пытался от Него избавиться. Оно исчезло, потому что он влил в себя Слово. И мне нравится, как он выразился. Слово отделило меня. Мне не нужно было избавляться от этого. Слово отделило меня. Слово отделит вас от неправильного мышления. Понимаете? Слово отделит вас от страха. Слово отделит вас от депрессии. Слово отделит вас от преждевременной смерти. Слово отделит вас от всего, что преследует и беспокоит вас. Аминь. Одна женщина, Лилиан Йоманс, была врачом. Ее родители были врачами, и она была практикующим врачом. И ее работа была настолько напряженной, что она уже не выдерживала физически. Она так уставала и переутомлялась, что начала принимать морфий, чтобы справиться с нагрузкой. И вскоре она поняла, я наркоманка, я полностью зависима от морфия. Наряду с другими препаратами она принимала не только морфий, но и другие сильные препараты. Она рассказывала, что в какой-то момент принимала дозу, в 50 раз превышающую ту, что смертельно для взрослого человека. И она поняла, я наркоманка. И первое, что она сделала, она вернулась к Богу. Она вернулась к общению с Богом. Она вернулась к Нему. Она слушала разных служителей, и они служили ей. Но в результате воздействия наркотиков ее ум был ужасно болен. У нее были жуткие галлюцинации. Наркотики так повлияли на ее ум, что он был неуправляем. Итак, разные люди служили ей, и это помогало ей в какой-то мере. Но у нее все еще были все эти симптомы. И врачи от нее отказались, сказав, «Никто никогда не был зависим так сильно и так долго, как вы, и выжил». И она просто взяла Библию и начала читать Евангелие. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В этих книгах записано земное служение Иисуса. И она читала их, сосредотачивая свое внимание на отрывках об исцелении и размышляя о них. Целыми днями она просто сидела и читала их, питалась ими, размышляла о них, проговаривала их себе, вставляла себя в эти стихи. И она делала это целый день. А на следующий день делала это снова. И на следующий день делала это снова. Послушайте, если вас интересует свобода, будьте постоянны в слове. Часто люди говорят, «Я не знаю, почему я беспокоюсь». Нужно быть постоянными в слове. Библия говорит в 4 главе притч, что слово – здравие для всего тела. Оно здоровье, оно лекарство для всего нашего тела. Невозможно, приняв одну дозу какого-либо лекарства, получить стойкий результат. Чтобы лекарство подействовало, нужно его принимать последовательно. А слово – это лекарство, прописанное Богом. Слово – это его лекарство, которое он прописал, и его нужно принимать последовательно, постоянно. И она рассказывала, что днями посвящала все усилия и все внимание Слову. И спустя несколько дней ее осенило. Мои симптомы исчезли. А я даже не знаю, когда они ушли. Почему? Потому что слово вымыло их. Когда слово вымыло их? Когда слово стало ее фокусом. Ее внимание больше не было сосредоточено на симптомах. Оно было сфокусировано на Слове. А на чем сосредоточено ваше внимание, то и будет двигаться в вашей жизни. Это и есть обновление ума, о котором мы говорим. Сосредоточение внимания на Его Слове. Когда вы сосредотачиваете внимание на Слове, оно оттеляет вас, очищает вас. Помните, что Иисус сказал Своим ученикам, по-моему, в 15 главе Иоанна, «Вы уже очищены через Мое Слово». Он сказал, «Вы уже очищены через Слово». Да, так что вливайте в себя Слово. Мне нравится еще одно свидетельство. Доктор Альберт Бенджамин Симпсон был замечательным служителем, пастором во второй половине 19-го, начале 20-го века. Работая по много часов и не отдыхая должным образом, он нанес вред своему организму и еще не достигнув сорокалетия, нажил проблемы с сердцем. Врачи сказали, что жить ему осталось недолго. И в то время у него не было света или откровения о божественном исцелении, но его прихожане посещали другие собрания и получали там исцеление. Так что он начал самостоятельно изучать божественное исцеление. Он отправился в загородный домик и просто заперся со Словом и стал изучать его, чтобы узнать, что оно говорит об этом, что он делал. Он обновлял свой ум в сфере исцеления. По окончании примерно двух недель питания Словом об исцелении, он написал на обложке своей Библии, «Я вижу, что исцеление является такой же частью искупления, как и спасение. Я получил свое спасение верой, я получаю исцеление верой, поэтому я верю, что я исцелен». Люди услышали, что он находится в этой местности, и студенты одной библейской школы попросили его прийти и проповедовать у них. И он согласился. Он пришел и проповедовал об Иисусе-целителе из Матфея 8,17. Он взял на себя наши немощи и понес болезни, а затем рассказал свое свидетельство о том, что он принял Иисуса как своего целителя, и что он верит, что теперь исцелен от болезней сердца. Потом студенты подошли к нему и спросили, не хочет ли он пойти с ними в горы. Его первой мыслью было, «О, нет, я не могу пройти и пару шагов вверх без головокружения, потери равновесия и проблем с сердцем». Но он вспомнил, «Нет, Иисус мой целитель». И у него была вера для этого. Он сказал, «Я пойду с вами». И вот, поднимаясь, он ощутил сердечные симптомы. У него закружилась голова. Он тут же отключил свое внимание от тела и сосредоточился на слове, и все симптомы утихли. И так повторялось на протяжении всего пути вверх. Но когда он добрался до вершины горы, все сердечные заболевания исчезли, и он больше никогда не страдал. Он рассказывал, как будто с одной стороны шла смерть, а с другой – жизнь. И которой из них он касался, та и овладевала им. Послушайте, к чему вы прикасаетесь в своей умственной жизни, то и будет действовать. Аминь. Спасибо Богу за слово. Прикасайтесь к слову в своей умственной жизни. Прикосновение к тревожным мыслям принесет множество проблем. А постоянное вливание воды слова вымоет тревожные мысли и отделит вас от них. Дорогие друзья! Телеканал ТБН существует благодаря вашим пожертвованиям и может делиться благой вестью по всему миру. Мы молимся о том, чтобы наши зрители получили ободрение, ответы свыше на свои вопросы. Для нас важно, чтобы каждый ощутил прикосновение Святого Духа, был соединен с нами в единой молитве. Поддержите служение ТБН по сильным вкладам. Благотворительная душа будет насыщена. И кто напаяет других, тот и сам напоен будет. Поддержать нас можно по ссылке в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok